Самое последнее дело — это хайть свою страну. Это та страна, которая дала тебе всё. Образование бесплатное, я говорю о том поколении, поколении Макаревича, дала тебе славу, дала тебе любовь зрителей, дала тебе источники дохода. Я считаю, что это просто не то, что некорректно, а для меня... Вы знаете, у тебя может быть мнение, пожалуйста, ты можешь его высказывать, но вы меня, конечно, извините, но когда у власти стоят преступники, а я считаю, что у украинской власти в данном случае стоят преступники, военные преступники, которые должны идти по трибунал, открыто их поддерживать, ещё выступать против своей страны, это не только нечестная позиция, а это откровенный какой-то саботаж, не нравится вам здесь? Получайте украинское гражданство, давайте концерты на Украине. Я вас уверяю, кому они там нужны? Их там помидорами, понимаете, в открытую закидают. Пожалуйста, можете менять гражданство, как сделала гражданка Гайдар. Welcome. И работайте на господина Порошенко. Для меня это, знаете, непонятные вещи. Я всегда была патриотом, как бы я ни относилась к проблемам в стране, и я открыто всегда говорю о каких-то проблемах, но, вы знаете, приехав за границу, я никогда в жизни, не то что себя не позволю, потому что я кого-то боюсь, а потому что я русская. Я русская, я воспитана этой страной. Я получила здесь все. И я живу гораздо лучше среднестатистического европейца или американца, или англичанина. Я думаю, что и вы тоже, потому что никто из них не имеет ни квартиры в собственности, очень маленькое количество людей, понимаете? А мы все имеем квартиры, которые являются целым состоянием в Москве, предположим. Мы все ездим на хороших автомобилях, никто из нас не голодает. И мы живем гораздо свободнее, чем среднестатистический европеец, понимаете, или американец. У меня недавно друг приехал из Америки. Вы знаете, он мне когда рассказывал про эту поездку, я чуть в обморок не упала. Когда он пришел и платил, то есть купил гору продуктов и заплатил за это 150 долларов, у него потребовали ID или паспорт. Он говорит, зачем? Ну что вы, вы сделали покупку на 150 долларов наличными. То есть они настолько, понимаете, это все вот люди, которые там не жили, они не понимают, что такое платить в месяц за проезд по мостам по 600 долларов. Мы тут возникаем, кричим, там дорого все, да. Так вы, пожалуйста, вы можете поехать, поездить по Нью-Йорку месяц, и вы поймете, какие суммы придут вам за парковки и за эти мосты. Там мосты, вот мы там поездили, 600 долларов в месяц. Понимаете, только за проезд по мостам. Поэтому это все кажется там, все хорошо, у нас все плохо. Да ничуть. Мы тут живем гораздо лучше, чем европейцы и американцы. Поверьте мне. И люди, которые, может быть, мало ездили, вот прошу вас просто на слово поверить.